гдати тихонович вот я живу здесь уже не первый месяц и вижу что у вас никакого заработка нету но тем не менее вы тратите такие колоссальные средства для обустройства дам пруды дорога на моих глазах проходили такие деньги нанимали эскалаторы около 40000 рублей уже прошло откуда вас такие средства это первый вопрос мы и второй вопрос как вам удается жить ну всю жизнь но имея такие располагая такими средствами то есть незначительными и остается деньги воспринимать людей и пропитана пропитание сюда есть и котов кормиться то и ну и скотину ну как готов то откуда вас деньги это все потом что у вас минимальная пенсия не саму интересного тоже узнать не те на то дело то не не все говорится в одном слове то я что буду говорить это опять же будет в осуждении мне вот он говорит он хвалится повторяя я хвались господом поиграть я более всех пострадал более всех потрудился впрочем не явно благодать вам во мне благодать я благословенный богом человек а как это узнаете ну первое что я христианин помазан святым миром и далее я стараюсь быть достойным этого звания поэтому я насчитывал жить я и знают приехал там епископ здесь ну и вы видят как я хожу вот это у меня как его назвать даже не знаю это фальтишка или как я вот в нем был но архиерей тут ведет серьги там с максимум да разве так одеваются то архиерей но не одеваются ну простите это мой гардероб это не мой его она бросили а я подобрал я в этом хожу у меня нет еще своего в общем дело я не просто жить я считала я жил этим это моя жизнь я никого не призываю к этому потому к этому призывать даже и нельзя надо считать святую библию и там написано кто него что ставит малая мало по малу обеднеет он даже не заметит как обеднеет жена прожила со мной полвека и зовет меня великий экономист ни копейки и никуда ни копейки в буквальном смысле не переносном ну допустим еще сказать я показал вот люди осуждают вот это вот она тепленькая для меня как раз я не смотрю ни на кого у меня свой образ жизни вот меня предзагласил митрополит в то время было виталий устинов как предстоятель русской православной зарубежной церкви и капрал секретарь два приглашения было которая сейчас является первосвятителем русской православной зарубежной церкви иларион и я поехал туда уж тут за вокруг меня надо так одеться я ничего не изменил какой был в сапогах стоптанных у меня была гимнастерка старенькая гимнастерка ну она гимнастерка конечно без погона все и ничего больше нет и когда там увидели как я одеты они за рубежом то принимает одевает они сразу решили переодеть меня но ничего не получилось я не съел ни одного мороженого вот едем много людей там меня возили по всей стране от океана до океана и уже все знали старается как-то дать ничего ни одного мороженого я не съел почему у меня денег нет да мы бесплатно а я на чужой счет не живу я не выпрашиваю как это понять но очень просто вот мы живем с володей себя можешь повернуть пащенко но приезжает игорь барабаш и он покупает молоко покупает сливки вот там работая кощегаром церкви ему там платят где-то зарабатывать что то есть у меня минимальная пенсия минимальная пенсия бомжа почему мне не давали работать государство я на самых низких работах должен быть вне ведомственной охраны при милиции вот такая а я работал прорабом другое это все в латвии осталось на корабле ничего там не нельзя добиться и как можно это жить ну как я я живу и даже не бедствую я доверился богу у меня доверие такое о котором некоторые даже не слышали ничего нету я иду тут идет драка я вмешиваюсь в нее с ножами и я в это вмешиваюсь самую гущу а я никакими приемами не обладаю я их развожу как это отец арсений написано прекратите во имя христа и все руки опустили а потом встречается мне один напали там один увидел да да это он нас тогда это задержал ты проводить его домой как у доктора газа я это все испытал на себе вот у меня ну костюм конечно вот они заплата где заплаты а вот есть дом моды и вот покажи молоде вот тут все оторвано я пришью вот вот какие заплатки они расчут а там много многоэтажные вот я из них вырезаю белое там ну половички раньше ткали и эти кружки разные ну кто не знает могу показать даже вот из разных этих тряпочек видишь какое дело это умеют так люди делать а у меня свободный доступ туда жена там работала я всех наградил такими вот заплатками вот заплатки куда ни глянь у меня везде заплатки вот она на карман пришил заплатки они не мои заплатки костюм этот кто-то дал а как дал ну повесили я ходил искал искал хозяина вот она все это мой костюм он у меня чистый чистый в предел вот она гляди какие но это как раз здесь у меня заплат было может быть 20 или 30 заплат уже на взяла и покрыла чем-то сверху на заплатки там остались они дают трогать их я не придуряюсь я не выдумываю мне так нравится откуда это вы взяли у святого пахомия 11 тысяч монахов наступает день стирки и они в захаре спросили его а вот ну смени одежду столько людей правители губернаторы приезжают а ты в заплата где-то ну мне так удобно и они решили на себя взяли это его убрали это а ему новое положили он стоит говорит полдня перебирает нигде нет они увидели какой печальный тогда братья решили бросить отдайте ему его вот у меня та же самая история купили у меня столько рубашек куплено было я ни одну не надеваю зачем появляется какой-то никита володя я ему отдал и все у меня рубахи некоторые смешно даже сказать я не могу точно сказать ну ну порядка 25 лет допустим вот она лишь пришел воротничок такой вот она какая это я только на ночь вот она заплата там а яш я так заплатки пришивать умею какими нитками вот она расползлась и я опять стирать не даю сам стираю потому что машинка рвет вот это у меня начнушка я беру и вот валенки вот смотри какие валенки смотри сколько заплат одна заплата 2 тут через это перехватила там-то сколько теперь смотри сзади разворолоса я прошил крючок есть это вот они валенки это у него мои валенки мои мне в них тепло уютно вот я ношу сапоги я покажу но я не знаю кто валенки дал выбросил и кто сапоги но там видно что стоптаная изношенная вот вот она заплатка это андрей сделал вот смотрю здесь переверну посмотрю вот она заплатка мне это как раз я еду в америку ну летом летом я разуваюсь босиком и по городу иду в краевую прокуратуру в администрацию города краевую прихожу совершенно босиком голые ноги и меня принимают везде никак юродивого но это моя жизнь вот я показываю допустим пишет там в шапке ушанки вот она вся изъезжена вот она про проеденная вот она протертая ну сколько лет но я не знаю ну 25 может 30 такая же фуражка я в этом прихожу в церковь везде вот я просто показать что единственное экономия экономия не просто экономия вот в прошлый раз приезжал архиерей меня прищищал вот у меня сапоги кто-то тоже кто-то дал резиновые но правый порвался а тут стоят витяные я говорю а можно надену то есть эти зеленые синие вот ну я их помыл конечно я в них храме на литургии и митрополит меня прищищает он даже не увидел в чем я я зашел в алтарь благословения на проповедь и вот-вот два сапога два сапога пара они разные даже размер ну что нормально это но для меня это как раз вот сейчас я хожу в церковь каких сапогах вот покажу вот сзади это это нитки то торчат вот она гляди вот и взорвалась это я такую заплатку такой стопожник я в этом и хожу я их еще влажной тряпочкой протру и пошел церковь я в них работаю у меня как раз вот шторка висит здесь нынче пришлось ее поменять вот эта шторка вот она как и висела вот она уже дошла с собственным весом она дошла уже дальше уже никак нельзя все все вот она пожалуйста но мне нужды никакой нет вот чем делается вот носки допустим я просто показываю что 0 не 2 не 3 рубля а 0 вот я просто разуюсь и покажу вот мои носки вот считай вот эта заплата это я пришел здесь заплата одна на одну мне это как раз а сколько потратил повторяю не рубля и вот я нашу портянки портянки наконец вот если посмотреть так чтобы видно было вот сколько они здесь заплат на портянках заплаты это даже не видали прострочен с этой стороны заплаты с этой вот и сколько я потратил но этим портянкам наверно уже лет 20 есть вот она дырки но сегодня такой холод покров 14 октября 15 года и ноги стали мерзнуть у меня запасные портянки лежат и сегодня моим ногам праздник сегодня я достал портянки которая подарила мне одна сестра и вот я покажу сейчас как я обуваюсь вот надеваю надо уметь на правильно надевать еще вот у нее одна сторона гладкая другая маленько бархатная и написано лев это левая надо делать так вот так ну я просто так не делаю но для вас вот здесь я его расстелил ну и размер его какой раз 40 сантиметров ну и длина раз два три четыре 85 вот вот но ногу нужно ставить вот так чтобы вся полоса была вовнутрь как бы между ногами не так что тебя поставил а она наружу останется понял нет теперь я ставлю сюда вот она как вот я подворачиваю лево написано левая какой стороной что у меня грязные уже не бывает я только на чистое одеваю у меня ноги никогда не болеют никакого пятнышка нету вот теперь вот завернул подтянул теперь а почему то с той стороны а вот она где вот этот шов он может натирать ногу он попадает во впадину в ноги вот гляди затянул смотри как так а теперь сразу раз все толкаю ногу сапог все это сегодня я их надел одно вот написано правый это означает на правую ногу 1 правую ногу точно так же чтобы вовнутрь попала вовнутрь вот эта полоса не так что стало вот эта полоса ушла за наружу вот точно так же сюда но я с носками надеваю у меня есть носки вот такие-то тороплюсь это на ногу видно больше еще и точно так же дома то замотнула все сколько я потратил на обувь 0 на брюки на рубаху сколько потратил 0 на головной убор сколько потратил 0 значит у меня мало тратится вообще не тратится при том это у меня есть 66 года подаренной на свадьбу так и осталось там светильник какой-то и я откуда не гляну вот они дротана дырявая ведра у меня не все дырявые брошенные где-то на свалке взял я ни одной копейки не трачу на это держу голубей я еще хочу сказать что тут и от меня не зависит даже это костюм тут все это не запачкается как ты для господа так господь к тебе понимаешь я тут люди считают я ну ты считал малахи что если вы десятину не отдаете то вы прокляты проклятием прокляты священники благословляют а я проклинаю ваше благословение у меня нету все вокруг одни благословения проклятий нету почему десятина я не знал ее десятину когда я обратился и прочитали бог это открою небо для вас если будете платить десятину мне захотелось чтобы небо было приоткрыто для меня не на щелочку ну 40 заработал десятку отдать тысячу заработал тысячу сто рублей десять тысяч значит тысячу десятина называется меня бог положил на сердце и я это выполнил при том я это сделал не понимая просто я захотел иметь открытое небо я просто говорю говорю это перед богом я всю жизнь как уверовал 53 года платил 9 десятин 9 100 заработал 90 отдаю десятка себе а вот на десятку теперь крутись поэтому у меня всегда было две три работы на государственной работе работал я у меня первое место в тресте двести восемьдесят триста процентов каждый месяц это понимать надо я был всегда при них а вот печь стоит как это моя работа я не теоретик практик вот это стоят стулья ну куда ни глянь стулья вот они где это моя работа видишь как палочку поставил здесь прикрутил алюминиевой проволокой вот это вот жена взяла в церкви а босиком когда храме чтобы от пола ноги это не холодно было она мне вот это шило но видите ее сюда я взял привязал все а эти стулья выброшены были сколько заплатил 0 ты сидишь на чем сколько заплатил 0 но я куда ни гляну вот она все лишь какие палочки все грубое такое и бог для меня открыл небо а как открыл поясняю изобрели телефон но у меня на телефон то денег нету приезжает ко мне надо человек и говорит поехали я куплю вам телефон ягру самый дешевый самый дешевый он пошел с продавцами начал говорить а я в это время узнал самый дешевый какой вот этот вот он там другой какой-то с какими-то наворотами у него деньги есть он предприниматель я говорю нет или или и все он купил теперь я прихожу домой мне уже 2000 забросили на телефон кто по сегодняшний день не знаю но у меня закон не звонить я не звоню звоню только тогда когда крайне необходимости никого нету если люди в достатке я ему говорю я тебе дам звонок и ты видишь я высветился если тебе надо ты ответишь не не надо нету я не выпрашиваю бывает иногда полгода я ни одного звонка не сделала расходов нету 0 0 интернет открытый человек приехал ко мне на дом и говорит человек не нашего круга не из общины совершенно не не нас не касается так разреши я за вас буду платить самый скоростной я говорю не надо ну пожалуйста он меня берет на машину едет великом и платит по сегодняшний день сколько лет значит я в интернете не плачу ни копейки но компьютер надо новый я преподаю в университете для всех желающих слова божия пурга прихожу домой занесенный коробка стоит большая коробка на крыльце ну что там уже взрыв какой-то устроена перекрестил ее и ну и занес а это процессор потом приносят монитор но компьютеры все время меняются а теперь уже член община нашей приходит и говорит вы такой непослушный я вам говорил вот прошлый раз надо куп покупать самое хорошее а вы на старье вы будете меня слушаться нарочно так это стражится я в пределах разумного ну закрой глаза я зажмурился вот он возится а он привез полностью новый компьютер только что купленный и мне устанавливает я узнавал узнавал сколько стоит ой 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 я тоже достал денег и он не берет я жене подсунул прихожу домой в кармане деньги лежат но это бог делает понимаете я могу сказать я положился на бога и бог мне за мои десятины небо не так вот щелочки а вот так открыл вот сейчас допустим за последние два с половиной месяца два с половиной я заплатил 440 тысяч пенсия 6 тысяч 500 что ли или 200 даже не знаю сколько как это может быть бог первую очередь бог дает знает кому дать я веду занятия в летном училище наступил момент его расформировать и мне дают там 50 шинели вот они вы в шинели ходите работаете кителей столько 50 70 подушек там 100 полонечков разных и всяко обмундирование где-то даром ну постирали и привезли я издаю первую книгу стихов денег нету а деньги большие нужны типографские услуги очень дорого как вот дороги строить так типографии остается пол дня человек ко мне домой приходит вам деньги говорили на уже я слышал я бы да нужны сколько а у него маленький саквояжик он меня сразу отсчитывает только никому не говорите что я у вас был я еду книга на столе вот у меня сейчас набрано готовая все сверстаная четыре книги моих стихов три тысячи четыреста шестьдесят семь по 9 куплетов и у каждого эпиграфа из библии у нас страницы 42 строчки у меня все заняты вся книга по 800 страниц четыре книги я пошел узнал ну хотя бы по 1000 экземпляров где-то на подарок людям то речь захватывает сегодня уже на два с половиной миллиона ну ясно дело что я отступил но в каждой книге у меня цветных фотографий было бы кажется 140 страниц по полной фотографии я отошел я отошел и не не выпрашиваю даже у меня было такое что умирающая заказ получила и на сороковой день мне пришли дали деньги газета маркер экспресс писала помощь того света ты понял абсолютно во всем так где бы ни было я вот которые слушают осуждают меня скажите вы где живете там где-то в городе ваши двери запираются и у меня запираются но у меня момент был такой когда я двери открыл живу около вокзала и ко мне бомжи повалили бомжи и они приходят находят постель еда я работаю на государственной работе еще подрабатываю пищи делают я их кормлю просто взял убрал ключ и все я испытал все что только можно для меня господь открыл эти двери питаемся что мы работаем у нас огородчик здесь свой стараясь ни от кого ничего не брать но у меня еще подспорья какие-то занятия я свободное время я переплетчик реставратор подрабатывал в государственных организациях документы переплетал там все я пришел как такие но у них старые там а мои стоят книги как тома они как тома ленина стоят я их доказать что дерматин где я познакомился с трамвайным депо а хулиганы то сидят и режут сиденья и эти резанные сиденья они мне отдают а я из них переплет делаю шил для палаток большие палатки стал шить еще только не делал я что-то начинаю делать сразу открываются двери открылись трамвайным депо везде я начале детского лагеря люди спрашивают а чем вы кормите детей это другое бог заводит меня в кабинеты где люди ждут не дождутся вот я прихожу прокурору края прокурор края генерал-лейтенант парасхун юрий федорович и к нему попасть мужик сидит к этому откуда я говорю от прокурора края я прихожу уже второй год не могу к заместителям толкают а я говорю я в день два раза могу к нему попасть любой день мэр города записывайтесь а он едет мне привет ко мне на дом приезжает мэр города притом мэр не просто мэр а в десятку лучших мэров россии входит входил скажем так и поэтому я что-то делаю у меня друзей много я одно слово только сказал ему он меня впереди себя ведет вот этот два я судилась 11 лет после освобождения после реабилитации и дали два нежилых дома их привлечить в жилые это ой 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 он везде только бты и звонок и он бесплатно меня как за руку провел вот как господь делает откуда у меня все от бога я даже не знаю вот допустим вот одеяло посмотрел где какое сейчас покажу ну куда бы я не глянул так и кверху вот вот это синтепоновая вот и какое она мягкая теплая очень хорошая два человека а этот палатка два на два таких палаток я не знаю нара пол сотни мне дали летное училище а вот это я в краевой администрации познакомился давно уже с человеком он оказался там а начальник по трудоустройству был биржа труда аксёнов павел петрович ну я говорю лагерь открывай кое-что надо и нету что тебе надо он такой мужик грубоватый но деловой я говорю матрасов нет мы соломой набиваем матрасовки да что тут до разговоров нет а еще что надо я говорю мы бы сами пекли надо муки нам достать так а еще ну форма в чем печь понимаете как все накладывается а у него один стоит такой человек сухоньки так скажи ты помирать думаешь лопатенко или лопатин иван иванович вот человек выйди в коридор поговорить с ним узнать что ему надо и тогда зайдешь он вышел а кто вы такой в коридоре краевой администрации краевой я ничего не знаю про него я говорю такое дело сколько вам матрасов надо я говорю до примера 70 так подождите а куда вам привезти их а я говорю а где вы возьмете их в рубцовке шьют сейчас машину пошлю а он предприниматель так а муки сколько надо вот это да вопроса хороший я огромный мешков по 50 килограмм мешков 15 куда завести понимаешь нет главный банкир алтайского края и мне говорят он еврей я к нему иду для меня нет ни еврея не мусульманина есть человек который в руке божией он только один звонок так к вам сейчас придет человек и защите необходимость вы должники меня там сколько-то предприятия все пожалуйста приезжает ко мне на дом я ему говорю как так я дам сигнал телефон вы мне дайте обратно если вам нужно почему я куда у меня денег и денег нет он в карманы полез гляжу 10 тысяч вытащил до дороже моего телефона где я беру я тебе буду называть фамилии имена но иногда даже может человек бы не хотел чтобы его кто-то придавливал вот столы посмотрю где вот смотрите вот везде у меня вот это вот против поэта сказал как раз этот лопатенко или лопатин его и он готовы не знаете где можно материал достать я грузная знаю у нас есть валер там авраменко валентина николаевна чудесный человек всем помогает сирот берет полностью обихаживает он миром с ней материал у нее закупает синтепон отдали мне пожалуйста запакован виде сколько делал вам уже 50 50 подел для детей для лагеря некоторых я вижу первый раз первый раз вот меня вызывает ректор университета крупнейший 21 тысяча студентов так вы не сможете преподавать у нас бизнесмены хотели бы уровень свой повышать по какому предмету общеобразовательный с удовольствием ну я-то преподаю 17 лет в университете и ни копейки не получаю ни копейки ни копейки я просто я христианин а я им стал это у меня есть фильмы все показы две пары часов провел два раза четыре часа вызывает меня горит идите деньги получите я говорю какие деньги ну вы же преподавали так еще за деньги нет идите уже выписано а получать это в другом здании я пошел там такая сумма я и в глаза не видал игрок как как это может быть она не знаете агра по какой ставки профессор да какое профессор у меня образование да мало том ты накрутили щукини лауреат нобелевской премии я одному там сказал говорю сколько получаешь он преподает прям университете я врачу так мало все у меня звание кандидат всего лишь только ничего себе откуда это отсюда я из рук выпускаю иногда шестизначные цифры шестизначные ректор узнаете всегнеев владимир васильевич доктор там технических наук там такие звания академик он говорит вы ведете занятия это уже сколько лет а сколько получаете я грань как да как же так он сразу делает распоряжение подсчитать часы за 17 лет там такая сумма ничего получит я подошел она горит какой и на нем я говорю а я на не принимаю но без этого мы дать не можем то есть если бы я сейчас подал суд я выиграли сто процентов я отказырял и пошел и так и не получил я и на нем не принимаю так это громадная сумма денег для меня-то для лагеря я бы все перестроил господь знает я богу показываю мою верность люди которые не знают они просто где-то говорят вокруг моей колокольни там шумит у меня все по-другому я доверяюсь богу а дальше как бог даст бог дал мне работать вот я спрошу вот показать маленько туда они у меня завернуты целлофан вот это толкование я на златоуста лишь какой посмотрю я сейчас покажу я вам скажу у кого такое есть полное собрание творения святого отца нашего я на златоуста ты посмотри какое у меня издание 12 томов я не вижу тут прочитай вот здесь слух чего написано химандрит арсений монастырь не знаю я ешь это французский лесенский так принадлежность келейная вот так если она за того что том 7 это примеру взял просто санкт-петербург перепечатано это издание итальянская вот она как выглядит посмотри итальянская да я не знаю патриарха то есть или нет такой вот они стоят и я насчитывал полностью все 12 томов насчитал где взять бог повторяю бог мой господь христос вот я а как это так и меня приглашают митрополит виталий я единственный кто был у них по миссионерскому фонду я живу там там арсений этот архимандрит богатырь русский кондратюк я вывел у него златоуста их как бы мне златоуста достать он достает большой чемодан и меня упаковывает туда из америки из синода с полки своей у него один экземпляр один он там был в лес не купил ну скажите кому дарили в синоде полное творение она затоуста я хвалюсь моим господом это новый человек я его знать не знал никогда это бог располагает а который ни разу не встречались они там ловит на меня со всех сторон но у него такая участь я мать за него только молиться могу по они по не миссионер он же миссионер уже православный псевдоправославный меня не касается я избранник божий я помазанник и кто касается помазанников касается зеницы ока вы скажите вашей жизни вам дарили такие любому я могу задать а это деньги стоит да меня отправляет вашингтон я же у виктора потапова священник это единственный был радиокомментатор там проповеди говорил по голосу америки меня привел я там сказал слово в голосе америки его очень знать всемирно известны и он мне дарит компьютер но в самолете я могу один чемодан держать я поддержал златоуста этот компьютер думаю достану нет я приезжал и всю дорогу чемодан этот со златоустом держал на коленях вот он где ну а теперь ясно дело тут хозяйничает виктор николаевич думаю что он так будет и куда ни глянь у меня все в избытке перехлёстывает где-то вот я говорю про меня вызвали я не проповедник но я сказал проповедь и люди тянутся с деньгами один сразу начал делать перепись у нас как положено так написать сколько распишитесь и все один подходит а можно я вам деньги там я да мне уже дали пять тысяч долларов тогда в девяносто втором году а деньги больше стоили то он мне тут же выписывает все и осель де гранде могу даже назвать но главное то но я ни одной копейки ни одного цента не потратил на себя не потратил а купил ну как я понимаю и стратить я 13 библиотек организовал сразу из религиозной литературы это деньги пошли все патриархию а потом купил полный камаз рабицы сетки инструмента потеряю построиться люди которые приехали не работают я положил им жалования чтобы получали ни одной копейки и все это знают а почему бог меня любит я очень куда ни гляну у меня все даром ничего нет совершенно ничего нету и однако я преизбыточествуем доверился богу вот голубями занимаюсь такие голубя сколько же денег на них ни копейки находятся люди которые дали мне дальше размножаются три голубятни игорь дает отходы первый год приехали потеряевку меня первым делом найти голубей голубей достал но кормить то нечем но у бог это все вымерено господи я люблю голубей я простоте такой кормить мне нечем прости меня господи выхожу табун телят а чей табун никого нет а как же так то потеряевка только строится и табун откуда взялся мы попасли там нашли где загонять попоили кормлю неделю объявления дали по всему краю наконец приезжает председатель колхоза нашелся наш гур да потеряли до пьяница там это он запустил то мы думали никогда не найдем много еще как перестреляли на машину и все пересчитали все целые да как мы вам обязаны как с вами рассчитать деньги не нужен вы могли бы мне отходов дать для голубей он смотрит на меня как на юродивого отход это копейка я говорю это не копейка мне дорого они мне машину привезли но остатки там курицам отдал я не про быков не знал про этих не протелят ничего это один раз такое было именно в этот момент они приходят я за ними ухаживаю загоняю пасу и получаю расчет но пусть я которые крикуны покажут что у них такое есть да нету вы не покажете что я называю а факты своей жизни не покажете у вас ничего этого нету я это хорошо знаю иначе бы вы работали кто из вас восстанавливает пруды дорога вот так за свой счет я рассказываю и бог на ходе таких людей избранников которые все открывают где ну и мясо я не ем выпивки пива в рот алкоголя не беру ты сам со мной живешь так так ну а остальное рыбу ты ловишь опять бесплатно серёжа был ему мама его прислала валентина арефьевна еще не возьми остальное с огорода и вот володя покупает молоко у него деньги есть я хотел сказать сметана это сливки а у меня нет он на стол володя больше меня не угощай у тебя деньги есть у меня нет я не нуждаюсь когда люди узнали даже с украины мне говорят да разве можно какие вы верующие он есть зачем вы осуждаете я не принял я не хочу я не принимаю но вот он пошел паси здесь я договорился ему платят но чтоб каждый день полторы литра молока другие сливки он приносит это упал нет теперь я их ем они у нее не куплены теперь я возьму ну немножко сколько то если у меня деньги есть ты нынче знаешь как я распорядился сколько я купил по 3 литра банки 3 литра банки а 30 банок купил и отправил в подарки все я даже на язык не попробовал нынешнюю меду мне это не надо все отправил до единого а сколько благодарности бабушки больные это не мое я хвалюсь моим богом я не знаю цены денег не знаю мои руки от миллион два миллиона далее я не понимаю их для меня это обыкновенные бумажки но я высчитаю что мне один рубль не пропал нигде слежу за этим вот на выходе там есть у нас лидер там шерстобитов алексей кажется петрович директор первый раз я уже я зашел и говорю алексей петрович у меня велосипеда нету он такие глаза велосипеда нету я бы самый простенький дайте мне я начальник детского лагеря мне надо много ездить какой разговор да мы познакомились ну велосипед там тысячи полтора я ему книг на 3000 сразу подарил вот я скажу сколько мне приходится дарить издавать вот полный каплет комплект моих книг 750 евро 750 но умножить на 600 600 библиотек получили от меня королевские библиотеки в дании в дании в англии там шотландии в разных разных местах это то что я подарил подарил теперь умножь на сколько это ну просто на 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 6 если умножить 750 сколько будет на 6 4 200 4 200 4 120 тысяч евро почему полмиллиона евро только подарил подарил не мне продал а бывает подавать продают сейчас погиб экземпляры требуется но ни одна копейка мне в рот не попадает я говорю это с великой радостью потому что дивный мой бог который так возлюбил мир что сына своего отдал за нас у меня есть такие редкие книги у меня были книги просто редчайшие и когда бы в первый же день когда первый арест был забрали нет книг я стою в церкви молюсь в это время кто-то стучит меня я не оборачиваюсь покажу показывать тихо не оборачиваться храме нельзя поворачиваться он не сует в руку гляжу пакет какой-то в руку я взял и держу проходит время служба кончилась я пришел домой разворачиваю те книги которые у меня нету человека по сегодняшний день не знаю кто он такой новые книги и он мне в руки сзади слову кто да ангел господень когда я начинаю рассказывать если у человека есть хоть маленькой веры он может и не поверить григорий низкий брат василия великого когда писала своей сестре макрини а люди не верят он говорит люди верят только в то что сами могут сотворить вот и все я в доверю среди зимы сарай закрыты прихожу с работы никакого следа нету и вы комнате ничего нету голодный ложись спать я все отдал захожу а там большая кружка теплый компокт и ломти хлеба никакого следа нету к сараю среди зимы я живу на квартире меня никто не знает я ел ангельский хлеб это ангел мне принес он на через крышу его подал наверно дорогой никита я тебя показывает смотри вот вот эта вот комната и видно 14 целых одна десятая квадратный метр а я сегодня на начал смотреть длина 585 и 2 и 6 ширина и сколько человек вот каждый смотри здесь доски ну доски на 1 2 3 4 5 6 7 8 9 досок какие широкие это палате двойные тройные там тоже тройные я сколько людей могу принять и когда маленькие дети их поперёк вот так ложу обыкновенная доска грубо сколочена но крепко держится ты спал на этих спал спал и точно так же барнауле затарено мелком пространстве маленькие пространство барнауле у меня 12 8 десятых квадратных метров это все кухня это туалет это все что здесь принимать гостей и там в этих домах я сотворил такое что на весь мир разошлось я в этом комнате арестован был два раза начитаны 12 томов златоуста библия жития святых 12 томов 50 книг насчитано в таком квадратике и раскатили пленки по всему миру а сейчас в интернете на нашем сайте к истине один на народ ру да просто зарядите сайт игнати лапкин и там в аудио все я для бога и бог для меня ответ 1 мы познакомились с любящим иисусом и у меня ничего абсолютно вот где бы старый компьютер стоит он даже сейчас я его не трогаю приезжает писатель александр иосифович нежный писатель из москвы он едет по пенцициарным этим тюремным учреждением мы встречаемся с ним и он говорит а вам компьютер нужен а я говорю зачем печатать я так у меня машинка нет этот я даже вообще его не знаю он мне его дарит древо дружбы или как-то называется древо мира и книги стихи первые мои церковь свобода тюрьма я указываю что через него получил я не просил даже я даже не знал душ дальше сказать даже не хотел вот ко мне звонят один раз второй третий уговорит сняться в фильмах фильм снимает и фильм занимает первое место на международном киноконкурсе второй фильм первое место в россии а что вы себя показываете просто так и ахнешь зависть съедает людей а сколько надо платить вы подкупили все американскими долларами ни копейки не мне нет меня им нужно было то что они получили мне говорят этот фильм вообще бы ничего не получил как бы не вы вы его вытянули там я отвечал на вопросы и проще откуда знаете ниоткуда я постоянно повторяю у меня нет образования но у меня не было ни разу свидетельства чтобы люди не спросили а что вы заканчивали что заканчивали ничего я просто люблю моего господа люблю и вот откуда бог так все это дает вот приезжает здесь одна машина остановилась не знаю первый или второй год потерявку начали восстанавливать баранова она предпринимательная было покушение несколько она видимо и пуля попала прямо в иконку на ней и она привезла для детского лагеря услышала я ее знать не знал она как я выезжаю в германию поэтому тут решила кое-что память оставить там еще помолились вдруг познакомился и мне уже палатки большие палатки палатки огромные палатки в одной мы молились церковь я обращаюсь военный округ меня выводят на генерал-полковника пинкова бориса его там как-то смели из дгкчп еще до этого было и ко мне надо привозят военный грузовик привозит эти палатки как это может быть понятия не имею огромные танковые танки видимо закрывают палатки они сейчас у меня целы еще я познакомился на рт и резинотехнические изделия мне дарят 4 резиновые лодки шланги мы все провели и дуны станкостроительные дарит несколько этих насосов мощные хорошие насосы он еще стоят два у меня где-то люди не могут достать купить они копейки не плачу бог мне все это дает просто дает я не я это не не то что говорю вот я посмотрю сейчас вот что здесь вот это вот видишь какая-то сумка я зашил а это он на рта и дали мне материалу рулон материалу выписал вы выдали мне даром выдали и поношили мы еще только не нашли из этого видишь но это уже наши сестры постарались сумки до плата ни копейки я куда не гляну вот эти рюкзаки вот он какой рюкзак посмотри это все бесплатно вот рюкзаки это наши сестры алевтина пантелеевна петеримова там другие где книги вот издать 38 томов издать это и не игрушка а а уже питаться у нас сколько людей приходит которые в городе было около вокзала у меня ночевала до 11 человек на 12 квадратов на полу никто не лежал не просто палате а палате даже вот так на полкомнаты залазят туда лестницу убрал все куда я не гляну я вижу следы милосердия божия ко мне и поэтому люди которые вокруг меня там что-то там говорят кого-то исследует веру какую вы веру можете исследовать когда вы не верующие в дворкин исследовать будет сейчас мне сообщили дали дворкину александру леонидовичу он исследует меня почаева брались разные епархии центр я православный православный какой вот есть и поэтому ну показать я показываю нищету свою в этой нищете богатство моё богатство почему я совершенно об этом не заботишься откуда как зима будет а что дальше не знаю у меня мука осталась дали муки предприятие большие дали муки мука осталась я договорился нашей сестра щукина я два мешка я ребятам сказал братьям они отвезли она мешок для себя нам готовит хлеб и всю зиму у нас хлеб надо опять скинул предприятие надо было обратился они мне сразу привезли масло растительное масло один раз приезжает этому 4 фляги фляга это 48 литров 4 фляги меду привезли я грудок я не просил не знаю ну а фляги это все вам понимаете как делать я сразу флягу выставил и приходили там и попал литре поле черпали разделил это бог так делает и когда мы поехали и как ну ладно здесь такая на таможнях какие обстановки были и везде всех бог располагает я не подкупал никого проезда никакого нету но нету в тирасполе были мало молдави то вы куда подъехали а там патентом бтр стоят а куда вы заехали мы все рассказали показали документы они звонят пропустить их мы только как вылетели уже в кищеневе сидим как было в румынии на задержали мы только вышли протерли руки и стали молиться не пропускают паспорта забрали все садитесь машину они год куда-то звонят и никуда не звонят они все прибежали так вот ваши документы пожалуйста уезжайте это бог делает все двери открыты мне это зачем вы говорите что-то у меня свидетели виктор николаевич савченко николай палыч кручина с которыми мы ездили самые дальние места но это не шутка проехали турцию испании лиссабон франции там и прочее италию нет выхода на папу римского мы дошли подарил им книги франциску и венедикту я могу сказать только от бога больше ничего вот часы они не идут их надо заряжать я пришел магазин а кто вы такой я говорю вот такой-то ханими часов десять дали я их раздал тут же вот такие большие часы люди просят возьмите иногда помолитесь за кого-то это от бога и поэтому дорогой никита если ты ну хочешь быть даже по мирскому вот так вот беззаботно жить возложи надежда на господа смотри сколько птиц небесных летит не сеют не жнут но отец небесный знает куда им податься так и у меня я все начну рассказывать это вообще скажет ну заливает старик я куда не повернусь где не гляну везде чудо божье вот эти доски каким путем ко мне не попали кирпич из которой печка сделана даже даже вообразить нельзя вот грейдер ты видел приходил видел видел я только звонок дал жене долгов у меня грейдер надо какой разговор сейчас только не погода будет сразу придет все моего там ничего нету грейдер из приехал ну я ему подарил книги вот новый который бульдозер из был тоже алексей сашенко звонит вчера он звонил кажется но обычно раз расстались и он еще наняты был рассчитались нет ничего подобного как у вас дела да как что простой обыкновенный рабочий и мы уже с ним как не чужие да я еще сюда приеду еще приедет он сюда даже разговора об этом нет а я все равно приеду ну еще у нас которые были люди из краснодарского края ну я говорю прощаемся на сюда дамы что мы я еще приеду у них притягает это те люди которые виделись с нами а которые не виделись с нами он он говорит и силу то в его словах и какой нету ну-ка вот так а половные такие вон он лежит где но красота то какая но ка но еще откуда это такое пожалуйста так куда я не гляну ты ковры лежат на на это перевернул видите ни за что они плачут ни копейки люди просто приходят дают я уезжаю из жардан вилле уже сижу в автобусе в это время кричат подождите там тогда он был архиепископ лавр в девяносто тром году он вам подарок потом будет митрополитом лежу бежит здоровый монах тащит ковер ну ковер он по ширине наверное ну метра пять не меньше огромный ковер а что это вам метро архиепископ дает но ничего не дошло дорога разворовали поехали другое место там точное дорогостоящие немецкое дерево обрабатывающие станки их погружают ничего не дошло все разворовали но я получил то есть я знаю что такое бог как господь отвечает вот мне нужно было откорректировать книга трудно очень корректор один работает говорит очень трудно алтайская правда губернская газета сразу же два человека взяли два корректора стали работать самые лучшие корректоры над книгами работают все книги вышли ну я подарил кое-что им как это а где я беру где этих людей нахожу и те которые вам дают понятия не имею я приезжаю библиотеку дарю книги она меня выводит в другую комнату и свои деньги я говорю я же даром даю так это я не за книги это я просто вам какое вы дело великое делаете люди которые говорят что-то против они ничего не знают они просто грех на душу берут я показываю у прошла недавно только было вот посмотри какой сертификат вот посмотри какие подписи все посмотри вот такой ну пусть кто которая на меня где такую работу могут показать я не прошу москва меценат столетия внимательно посмотри знать не знаю а эти люди которые в глаза меня не видели но почему господь допускает эта награда что он поносит а сейчас там они всячески меня каждый день матерками такими как только священники обозлятся то видимо их прихожане или кто прям крутыми матерками меня кроют и по-женски по-мужски ну что я могу сказать только простим господи а ты можешь доказать что-то священники нет но когда они начинают на меня нападать сразу появляется вот такие вот и под именами детскими как будто это дети в одном месте было что звонили звонили дети и матерились это прихожане их других нет что я в книгах сказал я сказал о том что так делать нельзя только и всего доволен ответом доволен все другого сказать не могу ты не голодный нет и голодный все у тебя есть если только будем доверять богу так и будет то что у меня есть свое ничего нет поэтому так я живу как птика это божья птичка во славу божию спаси христос молоденько за запись